Веган Христолюб Но это я как первую ступень говорил, что как минимум это должно происходить Но вообще, если мы с вами читаем книгу Откровения То до, ну если предполагаем, это не суть важна Но если предположить, что это описано семилетие последнее Перед вторым пришествием Иисуса Христа То очень важно понимать, что несмотря на то, что книга читается последовательно Да, там есть запараллельные места И даже если там семь печатей и семь труп сделать их параллельными Даже если, или как-то там со сдвигом наложить То в любом случае, ну я просто знаю, мне писали теорию о том Что книга Откровения читается параллельно вплоть до семи чаш Семи труп и семи печати Это абсолютно неправильно Как минимум мы можем, и книга действительно делится, ну благодаря Откровению в книге Даниила Откровение пророку Даниилу Богом когда-то данное Мы знаем, что действительно эта седмица, это семилетие будет делиться пополам То есть в половине седмицы прекратится жертва То есть мерзость запустения будет на середине этого события Да, и вот все чаши, которые будут изливаться на царство Антихриста Уже они будут после То есть ни в коем случае их нельзя куда-то всовывать до этих событий А вот печати и трубы Как бы мы их ни читали Да, ну там тоже я лично против Я говорю и проповедую, исповедую Что как бы ни читались некоторые места параллельно В книге Откровение такое действительно есть То в любом случае чаши печати и трубы читаются последовательно Сначала семь печатей И потом после открытия седьмой печати написано Что Иоанн увидел семь ангелов с трубами Это очень важно И почему я раньше, говорю, вы слышали, что я говорил о четверти Сегодня я говорю о половине Ну потому что если мы, я говорю, я вот как открытую четвертую печать Сюда в доказательства приводил Потому что есть, конечно, люди И не раз я слышал и видел видео Где вот-вот мы живем в книге Откровения Вот мы все уже в апокалипсисе Кто-то уже в царстве Антихриста живет Это, конечно, бред Да, возможно, сегодня 10 октября 2022 года Мы живем с вами во времена уже, сколько там, семимесячной агрессии расистов против Украины Возможно, скорее всего, что это развязывается Третья мировая Об этом я уже ролики писал, кто знает, говорил В принципе, по всем этим листьям, как Иисус говорил Мы видим, что у нас весна и близко лето Да, вот И поэтому действительно такие листочки у нас распускаются Что тут, мама, не горюй И поэтому действительно мы можем об этих вещах задумываться Да не можем, а нужно И, в общем-то, это само собой происходит Но в любом случае, вот такие, как я все вам показывал в книге Откровения Есть очень сильные, яркие моменты, цифры Какие нам указывают, там есть сроки, периоды, масштабы Которые нам указывают явно, мы в ней находимся или нет Я поэтому хотел такой ролик Вы знаете, как я не люблю непоследовательное чтение, вырывание с контекстом Но все-таки решил немножко вот таких мелких роликов тоже записывать Потому что сейчас я после этого видео буду более опять крупный Писать по временам и срокам Но вот хотел все-таки такие небольшие тоже вот нюансы Чтобы кто-то, знаете, такими пятнами, яркими Чтобы это уже тоже в голове фиксировалось Что вот без таких моментов По таким моментам мы можем судить, что происходит Ну, я страничку сделал у себя на сайте Апокалипсис, умрет половина населения земли до воцарения антихриста Ну, в общем-то, и видео назвал соответствующее Я привожу вот два места из книги Откровения, где говорится об уничтожении огромной части населения земли Вот первое место, это как раз Откровение 6, 7, 8, 6, 6 глава 7 по 8 стих Это как раз где сказано об открытии четвертой печати И когда он снял четвертую печать Я слышал голос жертвенного четвертого животного, говорящий им Иди и смотри И я взглянул, и вот конь бледный И на нем всадник, имя которому смерть И ад следовал за ним И дана ему власть над четвертой частью земли Умершвлять мечом, голодом, мором, эпидемиями и зверями земными Вот это очень яркое место, всем привожу их в пример Этот четвертый всадник, как его называют И не важно, что действительно, я говорю, они там скачут, можно сказать, параллельно-последовательно Потому что все начинается потихонечку, потом добавляется И это движется, и это, и это Но об этом я буду в следующих роликах рассказывать Действительно, события открываются последовательно Но со временем они переходят в параллель У нас начинается все со слова, с пропаганды Потом он все переходит в дело, но при этом пропаганда не останавливается Поэтому начинается, может, все в разные времена, но в концовке переходит к одному Мы видим с вами, что пытались это место извращать Я в личном общался, когда, что вот Это дана ему власть над четвертой частью земли Но это не значит, что он всех умертвит Я говорю, слушайте, вчитывайтесь внимательно Здесь четко написано, что дана ему власть на четвертую часть земли умершвлять Так-то, так-то и так-то То есть это на четвертой частью земли именно умертвить дана власть А не над четвертой частью земли, а из них еще кого-то умертвить Это какой-то бред, я говорю, здесь на то и написано Что умершвлять от целого четвертую часть Что дана ему власть не над всей, а над четвертой частью умертвить Потому что если бы была дана власть дьяволу или возможность умертвить все человечество То он бы это сделал ежесекундно То есть ему дана власть на четвертую часть земли умертвить Этому бледному коню на бледном коне Этому всаднику на бледном коне Раз И после всех, я говорю, семи печати И потом открываются семь ангелов с семью трубами И вот шестой ангел, что мы с вами читаем в книге Откровения И шестой ангел вострубил И я услышал один голос из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом Говоривший шестому ангелу, умевшему трубу Освободить четырех ангелов, связанных при великой реке Ефратия И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год Для того, чтобы умертвить третью часть людей Куда еще конкретнее надо сказать Вот здесь даже толковать Что тут надо толковать? Пытаются что-то толкуют, затолковывают Русским языком все написано При шестой трубе, как ее называют Или при ангеле, шестом ангеле трубящем в трубу В общем-то мы так называем, надо шестая труба А тут вообще шестой ангел вострубил При шестом ангеле с трубою, что происходит? Будет умершвлена третья, третья часть населения земли Число конного войска было две тысячи чем И я слышал число его Так видел я и в видении коней, а на них всадников Которые имели на себе брони огненной, гиацинтовой и серной головы у коней Серной головы у коней, как головы у львов И изо рта их выходил огонь, дым и сера От этих трех язв, от огня, дыма и серы Выходящих изо рта их умерла третья часть людей Нас с вами сегодня нет цели растолковать Или догадаться, что это за язвы Выходящие от этих, изо рта этих всадников Огня, дыма и серы Это все символы, образы В свое время мы все это увидим, узнаем Суть опять, заметьте, два раза Два раза При двух или трех свидетелях истинно всякое слово Говорил Иисус и сказано в Ветхом Завете еще Иисус в общем-то и цитировал эти места Умер третью часть людей, умерла, уже умерла Не просто вот власть, как я говорю, пытались Я помню про печать, мне просто один писал И я вот просто запомнил, видите, эти диалоги Я говорю, ну хорошо, там тебя не устраивает Ты там пытаешься, хотя там нечего, конечно В печати тоже это только, не знаю, какое-то неправильное Кривое мышление дают там какие-то места для толкования Там написано четко, что всадник, имя которому Смерть на бледном коне, имеет власть и будет И умертвит четвертую часть населения Земли Ну, мечом уже вряд ли, это же все символы, образы Рассказывать про лазерное оружие Или про атомную бомбу, или про химическое оружие Биологическое, или звуковое Было людям, две тысячи лет назад, живущим невозможно И бессмысленным Поэтому нам просто написано мечом Сейчас, конечно, мечей никаких нет Есть автоматы, пистолеты, всякие пушки, гранатометы, минометы Вот этим мечом, так скажем, эпидемиями Голодом, естественно Ну, в общем, как только не будет Мы в книге «Откровение» считаем, что даже будут издыхать от самого страха Только ожидание этих событий Но при шестой, при ангеле, трубившем Шестом ангеле, трубившем В трубу, что мы четко видим Что не просто, чтобы умертвить Ну, что и умрет Уже здесь Я не знаю, что здесь остается в поле для каких-то там Толкований, я не знаю Или ухищрений, или каких-то разномыслей Шестой ангел, трубящий во времена апокалипсиса Да, мы все видим Почему? Когда мне там, я говорю, когда смешно просто было слушать Всегда мне я, когда мне какие-то ролики сбрасывали Я сам где-то натыкался на каких-то апокалиптических проповедников Ну, или о нем уж просто, но затрагивалась эта тема Мне сбрасывали какие-нибудь ролики Я просто, как говорится, смеялся им в лицо Да, все эти сказки, что мы чуть ли там уже не царство Что там какие-нибудь паспорта – это печати ННН – это печати QR-коды – это печати Это еще не печати Это все можно называть там, как всегда говорят Прообразами, предвестниками Да, но ни в коем случае это нельзя называть печатями Тем более, что мы живем там во времена Антихриста Это девятая глава Кто помнит, я уже много раз стараюсь даже упоминать вам главы Чтобы у вас это все в голове немножко раскладывалось Во царении Антихриста описано в тринадцатой главе Ну, если там запараллелить приход двух светильников В войну на небе Жена, которая убежит в пустыню После рождения младенца Ну, там, это речь о церкви, да Все это даже пусть параллельно Ну, хорошо, одиннадцатая-тринадцатая Да, описано во царении Антихриста Ну, а с тринадцатой по девятнадцатой И описано это царство На которое будет изливаться чаша гнева Я просто надеюсь, что у вас все это Я структуру давал, уже не раз я не рассказывал Она у вас как-то в голове держится Поэтому сначала Ну, сначала Евангелие краткое в семи Когда Господь духом семи церквей Посылает такое обличительное, призывающее пробуждение Вы помните, да Кто бодрствует, тот будет спасен Потом семь печати, семь ангелов трубящих Потом уже два пророка Церковь, родившая младенца И сбежавшая в пустыню Война на небе И воцарение Антихриста И его правление Потом второе пришествие, тысячелетнее царство И новая земля Великий суд Земля разрушена Великий суд И новая земля, и новое небо Вот вся книга откровения Она очень короткая, очень понятная На самом деле Кто погружается, углубляется в Писание, в Библию Тому все Господь открывает со временем Ну, естественно, по чистой жизни По святой жизни Жизни в любви ко всему Божьему творению Ну, и как видите, я подвел итоги И написал Если произвести простые расчеты По тому, что мы с вами прочитали То получается следующее Почему я, вы видите, ролик назвал Это не хайповое, не просто название Что умрет половина населения людей Это очень элементарный расчет То есть, это не хайп никакой Это действительно так То есть, до воцарения Антихриста До трех с половиной летнего его царства До второго пришествия Иисуса Христа Умрет половина населения Земли Я округлил до 8 миллиардов Никто не знает, сколько нас на самом деле Сейчас проверить это Кто знает, процентные соотношения Они не имеют значения От какой цифры ты применяешь Можно от 7,5 было миллиардов Где-то 7,5-8 вроде нас 7,5 просто тоже достаточно круглая цифра Но от нее четвертая часть плохо отделяется Но третья лучше Поэтому я взял все-таки 8 От 8 миллиардов как-то лучше Просто расчеты получаются Красивее, просто более понятно Сразу все на глазах И мы с вами элементарные расчеты проводим 8 миллиардов минус Одна четвертая от 8 миллиардов Это 2 миллиарда От 8 минус 2 Получается 6 миллиардов людей останется То есть, 2 погибнет И дальше-то мы считаем Что от 6 миллиардов уже Еще погибнет одна треть 6 миллиардов минус Треть 6 миллиардов Это 2 миллиарда То есть, от 6 отнять 2 Получается 4 То есть, итого За время А если получается, что Книга Откровения и вся эта Не знаю, кто-то велик Опять скорби Вы знаете, я еще в будущем ролике буду об этом говорить Кто-то всю книгу Откровения Называет великой скорби Кто-то после времен Антихриста Тут все очень Нет в Писании однозначного ответа Есть стихи, немного себе противоречащие Так скажем, в Библии И там не совсем понятно То ли действительно все называть Великой скорби То ли все-таки Со времен воцарения Антихриста Но не суть важна Мы с вами сегодня говорим о книге Откровения Если предполагать, что она 7 лет Не важно, как эти 7 лет называть То есть, это седмица последняя Перед пришествием Вторым пришествием Иисуса Христа То за время За половину этой книги До воцарения За три с половиной года всего Умрет Четыре миллиарда населения Земли Поэтому я всем еще раз Видите, я хочу, чтобы это зафиксировалось в голове Такие элементарные вещи я показываю То есть, вы знаете, большие ролики Мне, конечно, нет ответить Я не умею в пять минут укладываться Как многие Или ютубный формат Десять минут Ну, пятнадцать уже До двадцати уложимся Да Вот Хотя бы такие очень важные Причем я говорю Это все невырванные места Вы можете взять книгу Откровения Последовательные Я призываю Пожалуйста, вместе со мной Можете на канале Христолюб Чтение библийных писаний Найти у меня плейлист Соответствующий Откровения Книга Откровения Вся там Библия записана целиком Каждый плейлист соответствует Соответственно, книге Из Библии Нового или Ветхого Завета Найдите книгу Откровения Ну, и все Ссылки у вас будут в описании Под этим видео Вот И там Почитайте со мной То есть, я Хоть и позволяю себе вырывать Кто знает Но у меня есть Всегда я могу вам предоставить Полноценное Последовательное чтение Изучение Писания Библии в частности Да, и там вы во всем Этому убедитесь То есть, это Четвертая печать Шестой Ангел трубит Это все вот так Последовательно Да, и все это До воцарения Антихриста Запараллелить это невозможно Там, я говорю С царством С чашами Это будет огромная Какая-то глупая Неразумная Даже идея Не говоря о том Что вы ее воплотите Так что, вот так вот Простые элементарные расчеты Нам показывают Что До До Не то же второго пришествия Да До Тысячелетнего Царства До До Трех с половиной летнего царства Антихриста Его уцарения Его царствования Умрет половина Населения земли Это очень важно Понимать Да Так что, вот так вот Произошли эти события Это страшная цифра Это невероятно страшная Ужасная Огромная И невозможно Незамечаемая цифра Половина Это значит Если вы сейчас посмотрите На то место Где вы живете В многоквартирном доме В частном доме В большом городе В пригороде В селе Как я сейчас живу Да Это половина Ровно того Кого увидите Будет просто опустошена Половина Это очень большой показатель Знаете Я конечно не знаю Где вы живете Кто-то меня смотрит Может вы как во Вторую мировую Где-нибудь в Швейцарии Живете И вас как во Вторую мировую Швейцарию Даже не затронула Вторая мировая война В центре вообще Европы Я уж не говорю Что конечно Были места и клочочки На нашей большой планете Ну относительно большой Да Она почему-то нам Для нас очень маленькая Всем кажется Нам все не хватает То земли То еще чего-то Вот И Конечно Будут клочочки Где ничего не затронет И может быть Да Но уж я говорю Для тех Кто живет в России Или к ней Какое-то отношение имеет Или русскоговорящий Или даже в Европе живет В Украине В Белоруссии В Америке В Китае Потому что Уж что-что А уж Третья мировая Точно коснется Таких Известных Глобальных центров Я говорю И крупных стран Крупных Объединений Как угодно Вот это Ну если говорить В частности О Европе То есть Объединение Несколько стран Да Россия Китай Америка Естественно В этой каше Будет по полной Программе Вариться Весь Восток Сирия Израиль Египет Все Будет Ирак Иран Все Будет по полной Программе Полыхать И поэтому Вот очевидно Что вот так Вот так Вот для кого-то Может быть новостью Для кого-то Нет Но Такие вот Дела Ну а Все материалы Касаются Книги Откровения Какие Последних Времен Вот На этом Канале Христалю Пробуйте Пищу В пустыне Вегана Есть Во вкладке Плейлисты Раздел Апокалипсис Откровения Иоанна О последних Временах И здесь Все найдете Здесь у меня Уже Шесть Плейлистов А Вот я вам Говорил На канале Библия В принципе Вы можете Не переходить Не искать На этом канале Найти Этот вот Раздел И здесь Я добавил Все три Книги Относящиеся До этих Всех Событий И тем Да Здесь вы найдете И книгу Даниила Очень рекомендую Тоже Она Именно Обо всех Этих Последних Временах Послания Оба послания Апостол Павла К Фессалоникийцам Ну и Сама книга Откровения То есть Я все сюда Плейлисты Собрал На этот канал Тоже Я как вам Уже сказал В этот раздел Здесь вы Все найдете Может быть Даже так Будет проще Ну На этом У меня Все Субтитры 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 Субтитры